Всем привет! Сегодня снимаю дополнительное объяснение по вчерашнему обновлению и по новым появившимся абузам. Суть в чем? Спрашивали, есть ли разница в какой бездне выбивать вот этот сундук с наборами карта с сокровищ. Ребят, абсолютно не имеет значения на каком уровне выбивать. Я вчера выбивал маленькими твинами и получал точно такую же награду, как и большие. Суть награды зависит только от карты, которая выпадает. Есть карта синяя, есть фиолетовая, есть желтая и есть красная. С синей и фиолетовой там что-то заслуги, ой, заслуги души, там еще что-то. Ну, то есть, в принципе, синий и фиолетовый хлам. С желтой есть шанс выпадения камня. Камни, которые в вещи вставляются. И красная там либо книга трансформации, либо сундук с пвп снаряжением. Но есть еще небольшая фишка. Фишка зависит от чего. Карты одинаковые, но имеет значение, на каком лавалорде вы будете открывать карты. Чем выше уровень лавалорда, тем выше награда. Я вчера взял специально 60 твеном, выбил карты, открыл на 60 лавалорде и получил, ну, мелкие, скажем так, да, мелкие награды. И потом специально зашел с сосновой 240 в 240 лаву. И там копал. Вызывал, получается, 60 твеном 240 монстров сокровищ и получал награду как за 240 уровень. В принципе, очень сильно разную. Потому что там, ну, реально, на порядок выше награда. Значит, первый абуз состоит в том, чтобы открывать его на максимально высоком лавалорде. Да, то есть, и будете получать, копать на максимально высоком лавалорде, будете получать максимальную награду. Второй такой маленький еще абуз есть. То, что при раскопках, да, при раскопках появляются боссы. И вот эти боссы за убийство этого босса вам дают экстра сундук, да. Экстра сундук с наградой там камни пробуждения, по-моему, слава и души. Так вот, нет лимита на убивание этих боссов. Если есть лимит на то, чтобы выбить карты, да, три карты в день, то вы можете просто стать в пустоши лавалорда и убивать боссов своих, чужих, ну, к примеру. Либо же создать твиновый, твинами набить этих карт, и так же само открывать, копать, получается, и вызывать боссов. И вот за каждого босса добитого вам будет давать стабильную награду. Можно в день сколько угодно. Нет лимита на количество убитых, добитых боссов, вот таких не боссов, а монстров сокровищ. Соответственно, я считаю, что это обуз, потому что можно реально зарядить твинов, там за несколько часов ты набиваешь, там, на 10-20 твинов, идешь так же копаешь, и основы добиваешь. Ну, в принципе, вчера мы пробовали с 8, с 10, с 10, ну, примерно, в общем, средний, один вызванный монстр сокровищ за одного твина. То есть, в принципе, неплохо, но это так, если уже совсем нечем заняться. В принципе, это чисто был тест, для того, чтобы понять, как оно работает. В принципе, то есть, награда в бездне не изменилась, то есть, нет смысла вот за топовых бороться, абсолютно не имеет значения. Где вы будете выбивать карты, имеет значение только место. То есть, чем выше лава лорд, тем больше награда. Награды есть довольно толковые. И камни седьмого уровня, и книги трансформации, и снаряжение пвп топчик. Я, кстати, в видео с дропом, топовым еще добавлю дополнительно. Субтитры создавал DimaTorzok Все, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.